Здравствуйте, коллеги! Предлагаю вашему вниманию очередную серию уроков о том, как можно с пользой для бизнеса использовать программный продукт ClickView. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с большим количеством возможностей ClickView и рассмотреть эти возможности в контексте процесса прогнозирования. И мы будем пытаться с вами спрогнозировать курс валюты на май 2016 года. Благодаря этому выпуску вы сможете использовать GroupBuy, такой механизм группировки OrderBy, сможете сортировать списки, строить линию тренда, форматировать элементы диаграммы, как цвета, так и текст диаграммы. Давайте приступим к изучению нашего урока. Итак, я предлагаю вам рассмотреть базу данных, из которой мы будем брать информацию. В нашем случае база данных представлена листом Excel, в котором сформированы все курсы валют на каждый день в течение 2014 года, 2015 года и до 31 мая 2016 года. Эти курсы представляют себя курс валют Центробанка Российской Федерации. Давайте попробуем поработать с этим источником. Для начала нам нужно загрузить данные в наше приложение. Приложение я уже создал и не буду акцентировать внимание на этом моменте. Итак, мы пользуемся обычным мастером и создаем скрипт загрузки из табличного документа. Назовем его темп евро. Сразу же нам нужно создать еще одну таблицу. Темп 1 евро. Это нужно для того, чтобы отсортировать предыдущий список по дате. Загружаем, проверяем. Видно, что данные отсортированы по дате. И первая дата это 01 января 2014 года. Последняя дата 31 мая 2016 года. В нашем случае нам не нужны такие подробные данные. И мы будем усреднять данные в разрезе месяца и года. То есть мы будем брать среднее значение валюты за каждый месяц каждого анализируемого года. Для этого нам нужно создать составное поле month-year. Применив соответствующие функции month и year. Давайте проверим, что у нас получилось. Мы видим, что у нас получился январь 2014 года. И ниже будут через дефис месяц и год. Давайте загрузим очередную табличку. И вставим в нее поле средняя цена за 1 евро. А также сгруппируем их по полю month-year. Вот мы видим, что у нас остались только поля за конкретный месяц и год со средней стоимостью валюты на этот период. Давайте создадим диаграмму и начнем наш анализ. Измерением будет month-year. Мерой средняя цена. Назовемая средняя стоимость. Выведем в виде линии. Сделаем наклонные надписи. И вот мы видим, что у нас получилось. Давайте немножко оптимизируем внешний вид нашей диаграммы. Добавим символы, видимость символов. И добавим линии измерений. Кроме того, добавим значения на точку графика. И сделаем размер значений до второй вознаков после запятой. Теперь нам интересно посмотреть на экстремумы, которые нам показывает этот график. Экстремумы в данном случае мы имеем в виду такие точки графика, на которых предыдущие и последующие значения будут меньше того значения, которое будет являться экстремумом. Давайте посмотрим, как это можно реализовать. Повторим. Скопируем нашу формулу. Только выведем ее в виде баров, а не в виде линий. Да, сейчас построился бар на каждое значение. Нам для начала нужно уменьшить ширину баров. Да, только это нужно сделать вот так. Кластер дистанция должна быть равно 8. Давайте поработаем над формулой. С помощью оператора if мы можем задавать условия. В нашем случае мы будем анализировать предыдущую и последующую строку таблицы. Первая строка смотрит на предыдущую строку, а вторая на последующую. И эти строки должны быть меньше средней цены, которая нас интересует. Вот такая получилась формула. Давайте посмотрим, что вышло. Да, действительно, бары выстроились только на точках экстремума. То, что нам и нужно было. Только давайте сделаем немножко пароярче цвет. Изменим здесь пару значений, сделав его поярче. Обращаю ваше внимание, что невидимости каких-то баров мы добились, используя в качестве оператора цвета значение ARGB. И если мы ставим в первом значении 0, это значит, что цвет будет полностью прозрачный. Если же мы ставим значение отличное от нуля, то мы можем задавать параметр прозрачности. Этим, собственно, отличаются ARGB от просто ARGB. В ARGB мы можем задавать 3 параметра, в ARGB 4 параметра. Имейте это в виду. Мы немножко поменяли цвет. Давайте посмотрим, что получилось. Ну вот, более приятный оттенок. Уже наш график можно анализировать и говорить, что даже визуально мы считаем периоды спадов. И мы видим, что мы уже, опять же, опираясь на статистику, видим, что период спадов должен завершиться. И сейчас тренд должен преломиться и пойти вверх. Кроме того, в целом мы видим направление тренда возрастающий. То есть, евро у нас постепенно растет. Иногда падает, иногда возобновляет рост. Но все-таки тренд идет вверх. Давайте докажем это, используя клик. Отключим видимость легенды. Она нам, в принципе, не нужна. Вот сейчас мы построим с вами тренд. И который нам поможет анализировать направление развития дальнейших событий. Мы возьмем кривую под названием Exponential. И посмотрим, что она нам покажет. Давайте начнем анализ. Вот мы видим, что выстроилась кривая. Для наглядности давайте попробуем отобразить коэффициент R в квадрате, который мы видим, что равен 0,78. Это нам говорит о том, что наш анализ имеет недостаточную степень правдоподобности. Ему не хватает данных. Вот. Если бы коэффициент был хотя бы больше 0,8, то, в принципе, это уже было бы каким-то значением. В нашем случае данных не хватает и на этот прогноз нельзя полагаться в полной мере. Давайте я еще покажу, как можно выделить значения другим шрифтом и акцентировать внимание на этих значениях. Мы возьмем точно такую же формулу, которую мы использовали для прорисовки экстремумов и пытаемся в значениях этих же формулок указать форматирование для текста. Мы сделаем наше значение в формате H1, то есть самыми большими заглавными буквами, и сделаем их полужирными начертаниями. Вот так это реализуется. Теперь все акценты расставлены. Мы видим, в каких точках были переломные моменты для курса евро и в каких месяцах. Кроме того, на мой взгляд, было бы интересно отобразить темпы роста курса евро на каждом этапе, на каждом периоде, когда происходит рост валюты. То есть нас не интересуют те периоды, когда начинался спад, а только рост. С каким, насколько быстро происходит рост валюты в каждом периоде. Возможно, мы сможем предсказать в дальнейшем, как быстро будет расти курс евро, когда тренд переломится и евро продолжит рост. Для этого мы задаем такую достаточно хитрую формулу с двумя условиями. Ставим отображение значений. Убираем отображение как баров, так и линий. И на графике будут только значения. Вот мы видим, что они появились. Ставим, что до целого числа. И видим темпы роста. Только изменим тут знак, а то у нас получилось, что сравниваются не предыдущие, а последующие. Вот так это работает. Давайте сейчас попытаемся проверить. Будем сравнивать август 2014 с июлем 2014 года. То есть, 48,10 разделим на 46,96. И увидим темп роста 2%, что и соответствует данным, отображаемым на графике. Вот так, используя ClickView, мы с вами научились строить график, рисовать экстремумы значений на графике, выстраивать кривые и пытаться осуществить прогноз. Надеюсь, что вам была полезна эта информация. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. До свидания.